К экстренному вызову отнеслись равнодушно. Во Владимирской области следователи разбираются, почему скорую к замерзающей женщине отправили неоперативно. Диспетчер объяснила, все бригады заняты, придется подождать. Но именно эти минуты промедления и стоили жизни. Трагедия произошла в новогоднюю ночь, но разбирательство началось только сейчас. Андрей Кузнецов выяснял, кто на самом деле хотел помочь, а кто нет. Лежащую подъезду соседку с третьего этажа Анастасия Иргаева увидела, когда вышла в аптеку за лекарствами. Она была без верхней одежды, от холода уже не двигалась, едва могла говорить. Анастасия Петровна попыталась поднять ее, но сил не хватило. Тогда позвонила в скорую помощь. Не наша работа, собирать всех пьяных. Я говорю, я не знаю, она пьяная или может и плохо ей. Я говорю, я не смогу одна затащить ее. А вы им объяснили, что она лежит на улице? Объясняла, конечно. Я говорю, человек-то замерзнет. Все произошло 31 декабря, за несколько часов до боя курантов. И беспомощно лежащую на морозе Елену Борисову видели многие жильцы дома. 0,3 набирали как минимум двое. Вот запись разговора с диспетчером одного из прохожих. У подъезда девушка лежит. А вы ее кто будете? Вы ее знаете, девушку-то? Да я вообще не знаю. Я просто приехал на такси. И вот она прям тут лежит, там, у полуфода. Ну, пускай полежит еще. А? Пускай еще полежит. Ну, как полежит, девушка, вы что говорите-то? Ну, некому. Некому выехать. Да она может умирать, вы что вообще говорите? Ну, вызов записан, выехать пока некому. Бригада скорой помощи приехала на вызов только через два часа. Большую часть этого времени женщина пролежала на снегу у подъезда. Когда медики все же прибыли на место, оказывать ей помощь было уже поздно. Тело Елены обнаружили на площадке первого этажа. Кто-то из соседей все же смог занести ее в подъезд. Как установила экспертиза, причиной смерти стало сильнейшее переохлаждение. Известно, что погибшей был 41 год. По некоторым сведениям, она злоупотребляла спиртным. Все обстоятельства произошедшего должны выяснить следователи. Они возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» против дежурного фельдшера, которая отказалась отправить бригаду к умирающей женщине. Со слов врачей ссылаются на то, что на тот момент отсутствовали свободные бригады скорой медицинской помощи, были заняты на других вызовах. На самом деле установлено, что как минимум дважды медицинский работник, который принимает сообщения от граждан, имел возможность направить по данному сообщению специалистов. Однако этого не сделал. Медика, который подозревают в халатности, уже отстранили от работы. В новогоднюю ночь, говорят её коллеги, вызовов было особенно много. При этом здесь признают, одна из трёх дежуривших бригад просто обязана была немедленно отправиться на экстренный вызов. Мы провели своё внутреннее расследование. Есть нарушения с нашей стороны. Задержка выезда бригады скорой медицинской помощи. Задержки, они все, так скажем, вполне имеют место, возможны. И всё это оправдывается. Ну, здесь есть, опять же, я говорю, есть нарушения. Правда, по словам врачей, до этого Елену не единожды доставляли в больницу на скорой. Последний раз, по словам заведующей отделения, медики обнаружили её лежащей на улице за три дня до Нового года. Впрочем, родственники погибшей всё равно не могут понять, как всё произошло. Ведь от отделения скорой помощи до злополучного двора не больше пяти минут езды. Ну, как это вот, не поехать, если человек вызвал, человеку плохо. Вот, конечно, вот, ну, как сказать, она образ жизни делала. Вы сами, наверное, в курсе вот этого. Ну, врачи, для чего же вы существуете-то вообще, наши скорые, вообще? У меня слов нет. Я не знаю, о чём говорить. В следственных органах намерены в ближайшее время предъявить обвинение фельдшеру отделению скорой помощи. За ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей грозит до трёх лет лишения свободы. Андрей Кузнецов, Алексей Исаев, Илья Коротков, Первый канал, Владимирская область.